Фэрнбдуик, Фкамзик и Фэщсцвк. Ой, раскладку не поменял. Активный Альянс Самовар примет свои ряды надежных бойцов силы от 4000 и комплект из шести команд на войну. Вас ждет война по тактике, тапки всегда в ноль и титанчики 11-12 звезд. Не подходишь под критерии? Не печалься, есть еще два Альянса, куда ты точно сможешь попасть. А вот что такое самовар? Ты сам воюешь или все-таки это посудина для подогрева страстей? Узнай это, вступив в Альянс. Я обещал вам инверсию, друзья, и вот она. Самые крутые герои, на мой скромный взгляд, которым достался имбалансный класс. Каги Бурадо и Могильщик представляют класс Варвара, и к сожалению или к счастью, этот класс имбалансен для них только одним. Увеличением стат. Ведь герои одни из самых крутых и уникальных вообще в игре. Если представить таких героев в другом классе, то они были бы абсолютно идеальны и непобедимы. Хотя и сейчас они доставляют довольно много проблем. Ведь их мана очень быстрая, что порой позволяет им в одиночку расправиться со всей командой врага. Зилайн Хелл. Это единственные в данном классе герои, которые могут нанести доп. урон за каждый баф на враге. Да, вы можете сказать, что Зилайн, к примеру, бьет слабенько. Согласен. Однако она быстрая и очень любит напакостить врагам срезом атаки и диспелом. Отчего я все-таки внес об этот список ее, а не Гвину. Которая тоже бесспорно усилена классом, но как и в случае с Варварами, Гвине кроме стат никаких плюсов больше не идет. В этом классе довольно много стоящих героев. Но самые яркие из них, кто реально может поднасрать воскреснув из мертвых при полной мане. Далила, Дерзкий Клык и Элена. Если с Далилой и Клыком все понятно, они тут хиллеры. Если встанут полностью заряженные по мане, то считайте, вы начинаете все сначала. Сначала заряжать героев по мане, при этом не исключая вероятности зарядить их снова вплоть до полного отхила команды. Довольно неприятные герои что в обороне, что в атаке. Если вот с ними тут все понятно как божий день, то вот почему же я включил сюда Элену? Да все очень просто. Даже несмотря на медленную ману, если она встанет и бабахнет массухой, по 300-400 урона всем, она в очередной раз перед смертью нанесет баф на две цели рядом с собой в виде контратаки. Эта контратака бесполезна, если у вас есть живой диспеллер, или если на поле врага осталась всего лишь парочка героев, включая полумертвую Элену. Однако шансы эти есть. И бывает они портят всю картину маслом, капелька бензина, которая в скором времени может стать и целой лужей. Если Альбериха, думаю, обсуждать не стоит, то вот о втором герое, которого я таки решился сюда добавить, нужно поговорить. Большой Волк. Да, да, не удивляйтесь. Сам по себе Волк говнище полное. Однако эти шипы, которые вылезают с завидной чистотой, могут испортить просто все ваши планы. Начнем с того, что Волк априори имеет большой запас здоровья. И чем оно больше, тем качественнее по здоровью вылезут шипы. И уровень здоровья одного шипа может достигать порядка трех сотен. Играя за Бриену, которая в этом же классе, я обратил внимание, что довольно часто на ней висит под два шипа минимум. И если Бриена опасна только усилением, то вот Волк замедляет реген вашей маны, а также накладывает контратаку. И вкупе с шипами это может сыграть против вас очень большую и неприятную ситуацию. Даже несмотря на его очень медленную ману. Дрейк и Уилбер находятся тут по той же причине, что и могила с Кагебурада в классе Варвар. Статуя это основное преимущество при их имбовости. Конечно, может сыграть роль и сопротивление негативным эффектам. Однако на данный момент при неразвитой на фул ветке по классу это возникает довольно редко. Если сравнивать с шипом друида, то около трех, а то и четырех раз реже. Ричард и справедливость, которые априори имеют большие показатели в обороне, увеличивают статы по классу. И плюс к этому есть шанс, что вылезет на пару ходов защита сверх тому, что у них уже есть. Даже два хода без диспела могут сыграть злую шутку. Это относится как к двум этим атакующим танкам, так и к Оресу. Промедление против которого может стоить отхилом, который также спутает ваши карты в нападении. Однако из всех троих более опасны именно атакующие герои. Потому что нужен уже не диспеллер, а хил, снимающий негативные эффекты. А таких, увы, немного. Инари, самая выделяющаяся из этого класса. Ведь помимо класса на уклон, она всегда может выдать баф на такой же более увеличенный уклон по процентам на каждого члена вашей команды. Я мог бы впихнуть сюда еще кучу героев, но из всех разбойников она выделяется сильнее всех. И кукарекать про баф на три хода не нужно. Да, мало, однако умеячи, управляя героем, можно не париться и заряжать всех на поле без разбора. Мать Севера Отхилом, будучи средним по мане. Мало того, что все эти герои-хилеры, так еще имеют благодаря классу сопротивление от блокираторов по мане или навыку. Что тоже может спутать все ваши карты на поле сражения. Класс Класс исключительно призванный усилить шотеров. А прям стоящих шотеров тут две мадам. Лиана и Аласи. Они всегда могут обойти защитные бафы цели, либо контратаку. И шотнуть так, что мало не покажется. Методом исключения сюда попал дружок. Редкий герой, которого можно поймать только зимой. Урон героя в пример мы не берем. Задача героя выживать, резать броню с атакой и накладывать стражей на себя и двух союзников. С этой задачей он справляется довольно отлично. Но плюс 20 герой обладает статами покруче некоторых пятерок в игре. И если ты хочешь увидеть обзор на него, не забудь поставить лайк на это видео. В общем, как обычно, это было мое мнение, а своим ты можешь поделиться в комментах под видосом. Также предложить, какой видос по классам ты хотел бы видеть дальше. Заодно можешь лайкнуть, и чем больше и быстрее пальцев вверх наберет видос, тем быстрее я возьмусь за съемку очередного, надеюсь, крутого видео. Не забудь подписаться на другие ресурсы по игре, ссылки на которые ты без проблем найдешь в описании под видео. Дальше интереснее, всем пока!